О том, что производственная система КАМАЗ лучше российской системы бережливости, мы говорили неоднократно. Да что там мы, об этом заявляли федеральные СМИ. Автогигант получал положительные оценки производственной системы от экспертного сообщества. За опытом и на обучение в набережные Челны приезжают специалисты крупнейших компаний России. Однако признание заслуг вовсе не означает, что развитие ПСК остановилось. Система уже получила новую приставку «Плюс» по аналогии с системой ТОС «Плюс» от компании «Даймлер». И вновь готовы не только делиться открыто, но и гордо принимать самые последние и лучшие практики германского партнера. Интеграция производственных систем КАМАЗа и «Даймлера» вовсе не прихоть, а суровые требования времени. Немецкие партнеры автогиганта на этом пути намотали не одну сотню тысяч километров, достигнув совершенства в тонкой настройке производства. Такой чуткости у КАМАЗовской ПСК пока нет, так что подходы к бережливости будут меняться. Тогда, когда мы брали большую лопату и сгребали потери на нашем производстве, везде, где можно было, это время закончилось. Вот у нас большие резервы, но это уже вдумчивая работа на каждом рабочем месте, устранение всех потерь. Теперь главными врагами на КАМАЗе объявлены брак, излишний расход материалов и негибкая логистика. Казалось бы, касается не каждого, но в этом вопросе генеральный директор автогиганта исключений не видит. Бороться за себестоимость и оптимальную организацию производства надо под всей цепочкой создания стоимости. Поэтому в теме ПСК плюс мы идем по усовершенствованию всех логистических операций на входе, на выходе. И задачи вплоть до офисов у всех стоят одинаковые. Как сделать так, чтобы время потерь было минимальным? Кстати, мешают КАМАЗу зарабатывать больше не только производственные потери, но и бюрократические. От отсутствия нужного внутреннего документа или регламента производство и потребитель страдать не должны. Мы будем вынуждены в этом году вырабатывать подходы к оперативному реагированию на изменения такими, чтобы наша бюрократизация и космос компании были ослаблены до той степени, которая позволит нам быстро разворачиваться на условия требований рынка. Гости из Германии уже презентовали руководителям КАМАЗа свой опыт. И если история становления производственных систем во многом схожа, то сегодняшнее положение дел отличается. К примеру, на Даймлере работает система E2E, которая предусматривает новый подход к поставке комплектующих на позицию конвейера, минуя все склады в нужной последовательности, в нужное время, в нужном качестве. Были и другие примеры, познакомившись с которыми, топ-менеджеры получили от генерального директора четкое задание – перенимать и внедрять немецкий опыт. Сроки самые сжатые, а форма простая, что будет сделано через день, неделю, месяц и так далее. Время пошло. Тагир Закиров, Михаил Матвеев. Вести КАМАЗа.